Как и обещал в прошлом видео, где разобрал сюжеты концовки нового резидента, мы продолжаем копаться в сюжете и находить ответы на неочевидные вопросы, касающиеся основных персонажей игры. И начать мне хотелось бы именно с герцога, так как его личность самая таинственная в игре. Информацию в прямом смысле приходилось собирать по крупицам, поэтому буду рад, если ты оценишь этот труд. Я отталкивался от его фраз и намёков, а также от особенностей этого мира. Сегодня ты узнаешь, откуда на самом деле приехал герцог в деревню, кому принадлежит герб в его тележке и что он означает, почему он нам помогал, а самое главное, как герцогу удалось оживить Итана. Уверен, то, что ты услышишь в этом видео, мало кто озвучил, поэтому обязательно досмотри до конца, чтобы ничего не пропустить. У микрофона, как всегда, Леонид Князев. Поехали. Если не считать Криса и Мию, герцог единственный в этой истории, кто не собирался навредить Итану, помогая ему разобраться в ситуации, снабжая его припасами, модернизируя оружие и так далее. Не бесплатно, конечно, но ведь это бизнес. Да и финальная сцена, где он спасает нашего героя, говорит сама за себя, дав Итану передышку, а возможно и поспособствовав его возвращению в наш мир. Так кто он на самом деле? Настоящее своё имя он нам не называет, да и вполне возможно, что он его и не помнит. Его манера и то, как он разговаривает, намекает на то, что герцог не просто прозвище, а конкретный титул со всеми вытекающими, имея при этом даже свой герб, который можно заметить, когда Итан просыпается в его повозке. На полу лежит полотно с изображением совы, под ней же можно увидеть надпись, возможно это девиз его семейства. Я не буду ломать язык, но в оригинале это звучит так. Л'argent defund le droit. Что переводится как «деньги защищают право», ну или по-русски «деньги пишут законы». Я думаю, что это очень похоже на нашего торговца, из чего я делаю вывод, что этот герб принадлежит именно его семье. Но это еще не все. Я думаю, что все заметили, что произношение явно не английское, тем более не румынское. Да, это французский язык. И вполне возможно, что родился герцог вообще не в этих землях, а во Франции, а оттуда же с родителями или сам приехал в Румынию. Хотя может быть и такое, что просто его семья сбежала из Франции, а сам он родился уже в Румынии. Кстати, от него можно услышать и такую фразочку. В совокупности имеем следующее, что прозвище «герцог» имеет прямое значение, и сам он является представителем дворянского сословия. Но сколько ему лет? Точно сказать очень сложно. Если ориентироваться исключительно по внешности, то я бы ему дал около 40 лет, не больше. В игре есть множество намеков, что он живет в деревне очень давно. Есть информация, что герцог планировался как отдельный босс в игре, но на моменте разработки от этой идеи отказались, и как по мне, вполне оправданно. Это может говорить о двух вещах. Во-первых, его могут оставить на девятую часть, где он будет помогать, например, Розе. А главное, что его тучность и непропорциональность его размера, вместе с тем, что он мог быть одним из боссов, говорит о том, что он тоже является носителем плесени, как и остальные дети Миранды. Кстати, если вспомнить, что эксперименты Миранды начались где-то в 20-е годы 20 века, можно сказать, что герцог был одним из первых, кого она заразила плесенью, наряду с Моро, Димитреско и другими. Если это так, то он может быть ровесником Миранды, то есть родился где-то в конце 19 века. После прохождения игры можно разблокировать наброски, к каждому из которых есть пояснение от разработчиков, а именно арт-директора. И к арту герцога есть пояснение, что изначально он должен был появиться на летящего весь опор повозки с испуганными лошадьми. И думаю, такое появление было бы более эпичное, чем то, что получилось в итоге. Если он действительно заражен, в чем я не сомневаюсь, то это объясняет очень многое. Во-первых, это объясняет, почему ему нельзя нанести урон. В ютубе уже есть десятки видео с его реакцией на самодельную бомбу или выстрел в ногу. Хотя все это дело занимает каких-то там пару минут и десяток патронов. Единственное, что он делает, это забавно хлопает в ладоши, издевательски предлагает экономить патроны, которые сам потом нам и продаст. Понятное дело, что невозможность его убить обусловлена самой игрой. Не так много игр, где можно убивать ключевых персонажей, а герцог однозначно таким и является. Но ведь никто не станет спорить, что это можно обыграть и в сюжете. Кроме этого, его трансформация, то есть заражение плесненью, объясняет тесный контакт с Мирандой и ее детьми, и почему он знает о них абсолютно все, в том числе и о их местоположении, и всего остального, что касается их жизнедеятельности. В том числе понятно, почему он может беспрепятственно торговать в деревне, разумеется, не за красивые глаза. Миранда могла за это использовать герцога в своих целях. В игре есть отсылка к четвертой части резидента, а именно к такому же торговцу. Это говорит о том, что они очень хорошо знакомы, и если кто забыл, действие в четвертом резиденте разворачивается аж в Испании. Если у кого-то туго с географией, рекомендую загуглить. Каким образом герцог мог там оказаться? С одной стороны, банальное путешествие по их новых рынков сбыта наряду с деревней. Но что, если он действовал по указу Миранды и отправился в Испанию, для того, чтобы завербовать или договориться с Лос Элиминадос, которые возродили древних паразитов Плагас, благодаря плесени? В прошлом видео я предположил, что цветок из пятой части и сама древняя цивилизация Нидипая, паразиты Плагас из четвертой и этот Мегамицелий связаны. Если тебе эта тема интересна и будет активность, то сделай отдельный ролик про историю Мегамицелия и как он связан с другими частями. Так как придется перекопать много информации, три игры и хочется, чтобы это было просто не зря. Разумеется, это будет только теория, но она имеет право на существование. А подтвердиться она или нет, будет зависеть от того, изменит ли в ремейках четвертого и пятого резидента сюжет. Но об этом поговорим в другой раз. Кстати, не стоит забывать, что у герцога есть этот коду. Он мог стащить его у Моро после того, как мы его прикончили. Но сам герцог, хоть и заражен плесенью, но в нем нет коду. И вот почему. Эти огромные трансформации, которые были у Димитреску, Гейзенберга и Моро, были именно из-за того, что их коду был вживлен в них. А Донна разделила его со своей куклой, поэтому финальная трансформация в огромную хренотень у нее не произошла. Может быть такое, что герцог хоть и был заражен, но трансплантации в него коду не было, что позволило ему сохранить рассудок. Тут нужно, наверное, пояснить. Сначала происходит заражение плесенью. Если человек слаб и не способен ее сдерживать, он превращается в леканна или становится похож на зомби. Если же его организм более стойкий, то он меняется без нарушения мозговой активности, как мы видим на примере Итана. Исключением является Донна, так как она уже до заражения была не в себе, что можно узнать из записи. А вживление коду – это следующий и последний этап. Этот паразит, если он приживается, конечно, начинает действовать уже и на разум, что особенно заметно на Моро. Перед финальной трансформацией он говорит, что больше не может его сдерживать. Я не смогу его удержать. Поэтому вполне может быть, что герцог не был подвержен вживлению этой гадости, но был заражен плесенью. И его заражение может объяснить, как он, обладая столь внушительными размерами, умудряется так ловко перемещаться по всем локациям сжатые сроки. Я думаю, он имеет способность распадаться как плесень и таким образом перемещаться незаметно по всем локациям замка и деревни, теряя при этом свою форму и бывая в самых разных местах, перемещаясь при этом незаметно. Если кто-то додумается и попробует свободной камерой полетать во время битвы с Гейзенбергом или в момент, когда Миранда вырывает наше сердце, вполне может быть, что там можно заметить и герцога, так как с его слов он видел все происходящее своими глазами. Кроме этого, места, в которых он торгует с Итаном, по большей части предоставлены ему детьми Миранды, кроме Доны, так как та, видимо, совсем не в адеквате, соответственно, герцогу просто неохота там появляться. Но что касается остальных, то он мог также предоставлять ему слуги взамен на торговые места. Но откуда он знает Итана? В начале игры он явно дает понять, что личность Итана Уинтерса ему очень хорошо знакома. Возможно, он, используя свои способности, мог послушать разговоры Миранды о том, кто такой этот Итан, и сделать выводы, что от него будет польза. Мотивация Гейзенберга не лишена смысла. Миранда сделала из них рабов. Кто-то, конечно, не сильно переживал на этот счет, но герцог мог наряду с Гейзенбергом иметь зуб на Миранду. Вечная жизнь, конечно, может прийтись по вкусу многим, но цена может быть слишком велика. И хоть герцог не выглядит обиженным, но это не означает, что он был на это согласен. Поэтому в желании помочь Итану найти свою дочь и по пути уничтожить Миранду есть конкретный смысл. Да и сам герцог говорит, что из-за Миранды он потерял рынок сбыта в деревне. Поэтому разрушить все окончательно не так уж страшно. Судя по концовке, он был также в курсе, что Итан состоит из плесени, так как вообще не удивился я пробуждению нашего героя. Многие говорят, что он воскресил Уинтерса. Но стоит ли сюда привлекать магию, если разработчики всеми силами пытаются удержать историю в объяснимых рамках? Я думаю, что он его не воскресил, а скорее излечил. И для этого он использовал свой коду, который был у него в повозке. Ведь только подумай, как мы знаем, единственная способность Итана это регенерация и сращивание конечностей, то есть тканей. Но оторванные конечности он отращивает заново не в состоянии, о чем говорят его пальцы на левой руке. А значит сердце он отрастить заново не мог. Можно конечно подумать, что начнутся без него, но это как-то уже совсем чересчур. Тем более, что нужно перекачивать кровь, которая в нем кстати есть, и сердце ее прокачивает. Но что если герцог заменил сердце Итана этим коду, чтобы тот вернул его к жизни и позволил закончить бой с Мирандой? Мистер Уинтенс, к прежней жизни вам боюсь уже не вернуться. Это кстати могут использовать в девятой части, если все же решаться сделать из Итана противника Розы, обосновав это о потере контроля над собой, под действием коду. Как по мне это идеальный вариант для такого исхода. И намеки на это уже оставили. Когда Итан осознал, что сделан, хотя скорее он восстановлен плесенью, а не сделан ею, после того, как его убил Джек в седьмом резиденте, ведь тело-то его осталось, да и кровь в нем фонтанирует, когда Димитреско отрезает ему руку. Так вот, когда он это осознал, мне показались странными его слова. Такое ощущение, что он вот-вот забудет, что у него есть семья. То же самое и в конце. Возможно этим и обыграют, объяснив, почему Итан встанет на сторону зла, что из-за коду он потерял память и рассудок. Кстати, в прошлом видео я более подробно рассказал, каким образом Итан смог выжить после битвы с Мирандой. Зацени, если интересно. После нашего спасения, герцог предлагает нам закупиться на все деньги, мы уходим и больше его никогда не увидим. Но очень хочется надеяться, что рано или поздно наши пути пересекутся вновь. Я думаю, что никто не будет спорить, что герцог получился весьма харизматичным персонажем. И крайне обидно, что его история слабо раскрыта в игре. Хочется надеяться, что в будущем мы еще увидим и узнаем больше про этого веселого толстячка. Смею предположить, если ты досмотрел до этого момента, то видео тебе понравилось. И чтобы не пропустить другие, с разборами сюжетов и концовок, подпишись и проверь колокольчик. Уж очень хочется поскорее добраться до 100 тысяч. В скором времени будет видео с разбором историй всех владык. Пока еще не решил делать про всех в отдельности или сделать общий ролик. Поэтому пиши в комментариях, что думаешь на этот счет. Сделать про всех в отдельности или в одном общем ролике. Ну а это что касается Резидента. Если здесь есть те, кто ждут продолжения по визуальной новелле Зайчик, спешу обрадовать. Несколько видео тоже в работе. И скоро вы их увидите. А на этом сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ведь это делают только лучшие. А с вами был Леонид Князев. Пока. Ну как, узнали что-нибудь?